Тем временем количество заболевших гриппом, ОРВИ и другими видами вирусных инфекций в Одессе на прошлой неделе возросло почти на 800 человек. Таким образом, по словам представителей Департамента здравоохранения, эпидпорог в городе превышен на 21%. Причем по статистике 8 из 10 заболевших это дети преимущественно школьного возраста. Если за позапрошлую неделю это было 5,760 заболевших, то уже за последнюю неделю это 6,322. И я же говорю, что 80% из этого количества это дети до 17 лет. Среди обследованных деток то же самое превалирует грипп А. И где-то 20% другие респираторно-вирусные инфекции грипп В. Респираторных масок, халатов, медикаментов и спецсредств в больницах хватает, а вот в аптеках средства защиты от вирусов разбирают быстро. Также специалисты рекомендуют сразу обращаться к врачам при проявлении первых симптомов недомогания. Такая клиника заболевания у наших детей, как правило, у большинства, это подъем температуры до высоких цифр, это 39,39,6 до 40 градусов, вялость, утомляемость быстрая. Конечно, таких детей надо обязательно уложить в постель, дать жиропонижающее, достаточно обильное питье и обязательно обратиться к врачу, к своему семейному врачу или к своему врачу-педиатру. Медики повторяют, сложнее всего вирус COVID-19 переносят пожилые люди с хроническими заболеваниями, особенно с проблемами сердца. Но рисковать здоровьем не рекомендуют любым категориям населения. Лучше всего ограничить посещение массовых мест и соблюдать правила гигиены. Коронавирус – это, в принципе, тот же вирус, который, его можно отнести к тем же простудным респираторно-вирусным заболеваниям, которые мы наблюдаем каждый сезон в нашем городе и в целом по территории нашей области и нашей Украины. Рекомендации, они одинаковы для всех, и в том числе и в нашем городе – избегать массовых собраний. И если сейчас мировая общественность, европейская, призывает к тому, что не надо посещать сейчас концерты, спортивные соревнования, где собирается вместе очень много людей, где есть тесный контакт и есть возможность передать этот вирус, а коронавирус передается воздушно-капельным путем.